Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. У меня немножко другая декорация, смена декораций, скажем так. Мы переехали к нашим друзьям на месяц, поэтому будет немножечко все по-другому в видео, но это даже интереснее. И начну, наверное, с того, что представлю вам члена нашей семьи, нового. У нас у сына был день рождения, и он очень хотел собаку. Он очень хотел собаку, но мы посчитали, что собака, конечно, это большая ответственность, и подарили ему кошку. Кота, которого зовут Элвис. Вот он такой хаосий. Вот он такой хаосий у нас, Элвисуня. Вы его будете часто, я думаю, видеть в видео, потому что он очень любопытный, он очень голосистый. Помимо имени Элвис, мы также его зовем просто Ужас, потому что Ужас, он Ужас. Он очень громко разговаривает иногда, у него вообще столько всяких идей и историй, и поэтому, да, Ужас ему тоже очень подходит. Так что, увидите его еще не раз. Мы очень довольны, котик умный, котик ходит сам в туалет. Молодец, короче, котик. Поживем, увидим, как там все у нас будет с котиками. И давайте про ароматы Монталь. Ароматы Монталь я все покупала через интернет, потому что в свободном доступе в Австралии их нет. И я их не пробовала, соответственно, предварительно. Поэтому какие-то ароматы у меня прям стопроцентное попадание, в десятку, в двадцатку даже. Какие-то ароматы были, конечно, мимо. И давайте я вам их покажу. И начнем ароматы Монталь. Начну вот с этого аромата. Это Ут Квин Роуз. Очень красивый аромат. Бутылочка немножко пострадала. Мы летали в Гонконг, и она вот так в чемодане немножко погнулась. Но аромат не пострадал, ничего не протекло. В общем, надежные бутылки, я бы сказала. Аромат Ут Квин Роуз. Это роскошная роза, ярчайшая, ну просто вот манящая, зовущая, громкая, дикосексуальный аромат. Но на мне он мимо. Катастрофически мимо, потому что на мне в базе особенно раскрываются вот эти вот медицинские ассоциации, знаете, которые часто у многих звучат. Бинты, йод, зубодробительный кабинет, вот этот, знаете, дантист, который вот эта вот смесь для пломб. Что-то такое. Это немножко странно на себе ощущать. Мне это не нравится, поэтому аромат не мой совсем, к сожалению. Потому что на старте это действительно очень яркий, очень такой красивый аромат. Дико, дико такой страстный. Очень такой... Красивый, очень красивый. Я его подарила подруге, взяла вот у нее назад, чтобы в видео вам его показать. Она его носит с удовольствием. Видимо, у нее какая-то просто другая кожа. На ней он восхитительно звучит. При мне ее миллион тысяч, миллиардов раз спрашивали, что у нее за аромат везде там в магазинах. То есть он очень привлекает внимание, очень комплементарный, очень стойкий. То есть я иногда прихожу к ней в дом, и у нее дома даже им пахнет очень красиво. Но пробуйте, обязательно пробуйте перед тем, как купить. Далее аромат манго-манго. Манго-манго. 100 миллилитров. Очень красивый. Очень классный аромат с манго. Здесь манго такое уже немножко... Ну, не то, что оно испортилось, нет. Оно такое уже забродившее чуть-чуть. Оно уже вот... Уже истекающее вот этим манговым нектаром, вот этим соком. То есть на старте, я когда только первый раз попробовала этот аромат, меня эта нота немножко смутила. Вот это такое вот прям дикое-дикое манго, такое немножечко уже... Ну, не с гнильцой, нет. Некрасиво так звучит, но да, это чуть-чуть вот как-то похоже на такое уже манго, которое надо или выкинуть, или там, ну, быстрее-быстрее съесть. Я не знаю. Но потом он раскрывается просто чудесно, божественно раскрывается. И вот эта вот начальная нота манго, такого перезрелого слегка, она наоборот начинает притягивать вас. Вот я когда его... Чем больше я его носила, тем больше я хотела ощущать вот этот вот именно на старте, вот эту такую необычную очень ноту, ноту манго-манго. Очень красивый, очень стойкий. Я, наверное, бы его носила все-таки летом, потому что уж очень он фруктовый, очень он такой по-летнему озорной, по-летнему какой-то вот, ну, жаркий. Не представляю, честно говоря, его носить зимой, ну, почему бы нет, я не пробовала. Если кто-то пробовал, напишите, как это. Далее аромат Jasmine Full, тоже 100 мл. Тут его, кстати, вот я прям... Его здесь много. Я им пользуюсь достаточно редко, но если пользуюсь, его нужно совсем чуть-чуть, прям микроспрей, потому что он дико стойкий, от него может заболеть голова. Если вы переборщите именно вот с этим жасмином, здесь, смотря в какую погоду вы носите. Когда слегка прохладно, жасмин такой, знаете, металлический, он такой холодный, он такой с холодным мускусом. Немножечко там с лимончиком, что-то такое с цитрусами. Но на жаре это просто такая красота. Здесь выходят какие-то ванильные ноты. Значит, все вот эти вот жасмин, фрукты, все это припудривается вот именно какой-то ванильной пыльцой. Вот сладость это все дает. Жасмин как бы превращается в такой вот немножко перетертый на жаре, вот дающий вот эту маслянистость. Цветок. Очень красиво. Красиво, красиво, красиво. Но, пожалуйста, не переборщите с ним, потому что раз-два и все. Я делала как-то пару раз больше, у меня ужасно болела голова. Это вот было вот просто, да, пришлось выпить таблетку. Бывает такое с ароматами манталь, потому что они, конечно, яркие. Они яркие, они стойкие, они, если они звучат натуралистично, вот как здесь, очень натурально звучит все, то может просто вас убить и задушить. Далее. Так что, если вы любите жасмин, я вам рекомендовала бы этот аромат к знакомству, потому что, да, одно время я очень любила жасмин, аромат с жасмином. Сейчас как-то я уже отошла от этой темы. И вот этот аромат был просто вот такой находкой, знаете, прекрасный жасминовый, жасминовый аромат. Ты в нем сидишь, пьешь жасминовый чай со льдом, с лимоном. Красота. Далее. Аромат. Роза с эликсир, розовый эликсир. Не розовый эликсир, роз. И здесь роза, знаете, она такая юная роза. Вот если в этом аромате это такая уже прям зрелая, такая яркая, с шипами розища бордовая, то это, конечно, мне кажется, более, может быть, садовая роза. Может быть, роза, знаете, такая утренняя, еще слегка раскрывшаяся в капельках росы. Очень деликатная, очень такая нежная. Такая вот прям девичья. Девичий аромат. Очень палиткорректный. Его можно носить вообще куда угодно. Можно и в офис, можно и в школу, если там школьница какая-то вдруг захочет. Он никого вообще не отпугнет. В то же время он стильный, он стойкий, у него хороший шлейф. Не скажу, что прям вот шикарный шлейф, но хороший шлейф. Холодный такой аромат с таким прохладным мускусом. Приятный. Очень приятный. Мне кажется, он красивый будет и на лето, и на зиму. Я ношу его редко, но как-то, если уж брать розу, я лучше возьму какую-то такую потяжелее, например, берлинскую девочку или Джулет Хайзекан, ну что-то такое. Здесь она немножко такая более, ну не простоватая, нет, более не такая насыщенная, не такая глубокая, скажем так, розовый эликсер. Если вы ищете аромат такой базовый на весну, даже на зиму, вполне себе классный вариант с розой. Дальше. Наверное, это будет самый мой любимый аромат, который у меня был, который у меня есть у Монталь. Это Пьюа Голд. Я извиняюсь, ужасно некрасивая бутылка, но не выбрасывайте никогда вот эти вот штучки. Ну что, она у меня носилась в сумке какое-то дикое количество дней, потом я забыла, и, в общем, он весь поцарапался, некрасиво смотрится. Но сам аромат просто потрясающий. Пьюа Голд, чистое золото. Знаете, здесь он не слышится почему-то фруктовым шипром. Я не знаю, на самом деле это шипровый аромат или нет, но вот именно, знаете, фрукты, персики, абрикосы. И вот они в шипящем шампанском, вот они шипят, они, вот знаете, со льдом, в жаре. Может быть, клубника, да, я чувствую там клубнику, какие-то малиновые ноты. Он мне немножко напоминает Иврея Сотов Сен-Лоран, но этот более такой уже модерновый, знаете, более такая современная интерпретация. Потрясающе красиво звучит. Вообще, в любое время года, летом, летом, да, летом я сразу представляю именно вот сангрию, знаете, сангрию сделать на шампанском. Вот что-то такое, плавают там кубики льда, и у вас такой большой красивый бокал, и вы сидите где-то в шляпе, под солнышком. И вот этот вот аромат. А зимой он тоже очень классный, я его носила, он прекрасно ведет себя на кашемировых вещах, на шерстяных вещах, на каких-то меховых изделиях. Так что, если вы хотите вот сейчас на зиму, на какие-то холода себе такой бодрящий, милый, искрящийся аромат, приглядитесь, Pure Gold, это вот просто находка. Он очень красивый, закончится я себе обязательно закажу. Ну, наверное, у меня здесь где-то вот столько осталось, потому что, да, это вообще мечта, это класс. Далее я его уже сто раз показывала, этот Chocolate Gritty, это единственный аромат, который у меня идет в 50 мл, и хорошо, потому что эти 50 мл никогда не закончатся, он какой-то нескончаемый, его нужно совсем чуть-чуть. На холода, на жару я его носить вообще не могу, честно говоря, меня он душит, вот эта вот сладость, вот эта приторность, но на холода это вот прям, знаете, must have. Он должен быть у всех, кто любит гурманику, кто любит вот реально натуральный запах шоколада, выпечки. Знаете, он пахнет вот, когда вы делаете горячий шоколад, вот вы растапливаете плитку, например, молочного шоколада в маленькой такой кастрюльке и помешиваете это все, деревянной ложечкой, и вот аромат такой по всей кухне идет. Вот это, печенье, когда вы печете, тоже сюда, ну в общем, все-все-все вот это самое вкусное шоколадное, это вот об этом аромате. Очень интересный аромат, многим, я думаю, вообще не понравится, многие не захотят пахнуть как шоколадное печенье, но кто захочет и кто ищет именно натуралистичные шоколадные запахи, это, мне кажется, самый лучший, очень красивый. Все на этом, я еще скажу вам еще о двух ароматах, которые у меня были, которые один я отдала подруге, она уже его закончила, и один у меня закончился. Значит так, у меня закончился мук-халат, мужской халат, как я его называла, очень красивый аромат, наверное, да, наверное, он такой бестселлер у Монталь, аромат о клубнике, о клубничном варенье даже, не вот такой свежий запах клубники, а именно запах, когда вы варите клубничное варенье, вот эта вот пенка собирается, вы ложечкой ее собираете, вот она так неповторимо пахнет, это даже вкуснее, чем само потом варенье получается, я обожаю вот эту пенку, и вот этот вот аромат, мук-халат, он пахнет именно вот этой вот клубничной пенкой, чуть-чуть какими-то фруктами, он дико сладкий, может вообще все слипнуться от него, поэтому надо его совсем-совсем чуть-чуть, чтобы просто ходить и балдеть. Классный мук-халат, мужской халат я его звала всегда, буду покупать обязательно, обязательно еще куплю, летом шикарен, зимой шикарен, ну прекрасный, прекрасный. И у меня был ванильный экстаз, он был вообще мимо, я его сразу отдала подруге, очень такая плоская, мне показалось совсем неинтересной, немножко химической, была там ваниль. Я слышала только ваниль, больше ничего, поэтому как-то пришлось отдать, не пришлось, ей он очень нравился, я с радостью ей его отдала, она с удовольствием его весь использовала и вся в счастье. Поэтому я бы вам рекомендовала пробовать все ароматы у манталь, ну вот этот вот Pure Gold, мне кажется, можно его не пробовать, потому что он вот, ну какой-то, ну настолько самобытный, настолько уникальный, настолько красивый, кажется, можно взять и не пробовать, понравится мне, кажется, всем, но я не буду, не буду подстрекать, не буду ничего такого говорить. Все, я надеюсь, вам понравился мой рассказ, пишите о ваших ароматах манталь, мне очень интересно, какие у вас любимчики, что вам нравится, что не нравится. Я пока с манталем остановила свои отношения, может быть, в скором будущем еще что-то закажу, но пока как-то вот не хочется. Хотелось бы попробовать дикую грушу, но у нас ее нет, к сожалению, в продаже, поэтому буду уже пробовать, когда куда-нибудь, может быть, поеду когда-то. Все, на этом все, всем пока, с вами была Аленка Блок, чао-чао, пока!